В одной маленькой-маленькой стране жила прекрасная-преклассная принцесса, которая хотела выйти замуж за принца на белом коне. Но на город напал злой дракон, злой огромный когтястый мордастый серый дракон, и он всех утаскивал в свою пещеру. Он выходил, когда будет полная луна, в пятницу 13-го, а то и в субботу 14-го, и утаскивал местных жителей в свою стрёмную пещеру. И там он их ел с бутербродом в масле. И с икрой. И с икрой. И с палтуса. Он очень был страшный и активный. Да? Чего ты добавишь к сказке ещё? И он хотел съесть принцессу. Не, принцессу он хотел жениться на принцессе. То есть есть её, если он есть людей? Принцессу хотел жениться. А то зачем он забирал мой город? Чтобы порабощать или главенствовать. Ты его закидал уже всякими артефактами. У нас много артефактов. Это все жители нашего города. Все в пластиковых пакетах. Потому что у нас был мор, голодуха и коронавирус. И так почти каждую ночь он здесь. Страшная чёрная лапа высовывалась и брала нового и нового жителя из нашей деревни. А вот такого ты видел? Разноцветного. Глупая маленький дракон. Смотри, принцесса, сейчас он тебя утащит. Покажи свою звезду во лбу. Да ладно, уже все видели, зрители. Во лбу звезда горит. Ну что, дракон, пойдёшь биться? Нет. С Ильёй Муромцем? Я ещё буду доедать всех людей. Окей. О, какая сочная, страшная лапа. Вот тебе конь немереный. Ешь, только оставь нас в покое. Не кидая ему морду лица, да? Я ему просто жертвоприношение вставил. Иван, ты уже закидал его по полной программе.